В Грузии продолжается вооруженный конфликт, о котором все труднее получать информацию, поскольку связи с мятежной столицей республики почти никакой. Ночь там была сравнительно тихой, однако под утро ее редкие снайперские дуэли перешли в автоматную перестрелку. Затем по огневым точкам дома правительства прицельную стрельбу открыла градобойная пушка. Противоречивые сведения поступают в числе пострадавших за трое суток. Неофициальные источники утверждают, что к сегодняшнему утру погибло 54 человека. Активизировались провокационные нападения на объекты Закавказского военного округа. Представители его командования расценивают эти факты как попытку втянуть армию, занимающую нейтральную позицию, в события в Билиси. По-прежнему столица Грузии лишена связи с внешним миром, отключены международный телефон и телеграф. Лидер оппозиции Денгиз Сигуа призвал население провинции не приезжать в столицу, дабы избежать широкомасштабной гражданской войны. Звиадгам Сахурди в интервью американской компании CNN дал такую оценку событий. В республике происходит путь против грузинского правительства, против законно избранных народом властей. В то же время он готов начать конструктивный диалог с оппозицией и призвал Запад оказать ему помощь в этот трудный момент. Еще одна цитата. На этот раз из агентства Франс Пресс. Интервью ему дал представитель президента чеченского, президента Дудаева. Он сказал, причем не только сказал, я считаю, безапелляционно заявил, «Кражданская война в Билиси – это государственный переворот, с которым проводится Москвой против Гамсахурдия, в котором принимают участие советские военные специалисты». Ну, может быть, этим тезисом руководствуются вооруженные добровольцы из Чеченской республики, которые, по сведениям редакции, начали уже пребывать в Республику Грузии. Они вступят в бой на стороне Гамсахурдия. И вот, как сообщают, сегодня это уже произошло в районе аэропорта. Началась перестрелка с гвардейцами. Не знаю, сможет ли это переломить сложившуюся ситуацию в Билиси. Видимо, у самого президента в этом нет уверенности, поскольку довольно активно муссируются слухи о том, что он обратился к руководителям вооруженных сил с просьбой о военной помощи. А тем временем все говорит о том, что оппозиция готовится к решительному штурму Дома правительства в Билиси. Идет расчистка улицы Руставели, ну а у Тбилисского госуниверситета собралось около двух-трех тысяч сторонников Гамсахурдия. Они, кстати, и провели там...